Полностью отказаться от употребления в пищу дикорастущих грибов и не покупать их на стихийных рынках. Только в таком случае, считают медики, можно избежать отравления. Альтернатива – тепличные вёшенки или шампиньоны. Прежде всего, нужно, если идти за грибами, не брать с собой алкогольные напитки и брать ножик. Потому что грибы нужно срезать только лишь ножиком, чтобы оставлять грибницы для будущих грибников. В проверенных местах, да. У нас есть посадочка такая, там есть грибы, но я их никогда не буду собирать, потому что рядом дорога, рядом свалка какая-то мусорная. Белые хорошие грибы, желательно не на помойке, чтобы прослить, где-то подальше, в чистом лесу. Их надо вымочить, один раз воду слить, яички, луковицу положить. Если посинела луковица, значит не ешь. Грибы содержат полезные микроэлементы, минокислоты и витамины, рассказывает директор областного лабораторного центра Минздрава Любовь Мохота. Однако детям дошкольного возраста их есть нежелательно из-за трудно перевариваемого белка. Не стоит доверять инородным методам проверки дикорастущих грибов луковицей или серебряной ложкой. Колор цибули изменяется под действием фермента тирозиназа, который находится как в ястевных, так и в отруйных грибах. Аналогичная ситуация и с среблом. Сребло темнеет от действий аминокислот, которые есть как в ястевных, так и в отруйных грибах. Только вооружившись микроскопом, можно отличить ядовитый гриб от съедобного, уверяет биолог Дмитрий Леонтьев. Каждый безопасный вид имеет опасного двойника. Так, чтобы не спутать сыроежку с ядовитой бледной поганкой, нужно вынимать гриб из земли целиком и ни в коем случае не срезать ножом. Нельзя собирать молодые или перезрелые, а также грибы белого цвета. Особо опасными грибы становятся во время засухи, в них накапливаются токсины. Полностью исключаем грибы, у которых в плодовом теле одновременно присутствует кольцо и вольво. Не только одно кольцо, одно кольцо есть, например, у шампиньона, и не только одна вольво, она есть, например, у съедобных поплавков, а одновременно и то, и другое. При приготовлении грибов нужно трижды сливать воду, а готовое блюдо хранить в холодном месте в эмалированной посудине больше суток. При первых признаках отравления, тошнота, рвота, потеря сознания, боль в животе или галлюцинации, необходимо вызвать скорую помощь. До приезда медиков промыть желудок раствором марганца или соли и пить много жидкости.